Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на неделю. Оцениваем период с 17 по 23 июня 2024 года. Итак, оценим, что вас ждет, на что стоит рассчитывать и каковой для вас в целом будет эта неделя. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Итак, солнце, башня, четверка мечей. Здесь в хорошем ключе идет эта триада карт, потому что, обратите внимание, дно холода жрец. Сейчас объясню. Для большинства из вас это неделя санаторно-курортного лечения, восстановление отдыха. Опять же, здесь может быть ситуация, когда вы подадите документы на заочное образование, потому что солнце, башня, четверка мечей, опять же, у нас обучаться удаленно. В некоторых случаях даже экстернатам. Еще, это позитивные вопросы, связанные с продажей дома, потому что как избавиться от обязательств. Или, в принципе, решить для себя проблему поиска жилья. И уже, знаете, как расслабиться, отдохнуть. Все, ситуация решена. Но тогда, в этом случае, поскольку дно колоды у нас жреца, это будет при помощи содействия вышестоящих лиц, то есть кого-то из ваших знакомых. Оцениваем, о чем здесь может идти речь с точки зрения личной жизни. В первую очередь, для тех, кто у нас свободен. Но, перед тем, как я озвучу, еще идет такая информация, я обязана вам ее сказать, хотя это не предостережение, это основные энергии. Здесь нужно быть аккуратными с электричеством, электроприборами. Но, в целом, если вы находитесь на каких-то открытых пространствах, и будет гром, то есть избегать молнии. Почему? Потому что по этим арканам есть риск ситуации, непосредственно поражения током или удар молнии. Ну и, как следствие, вам нужно так это принять к сведению. Возвращаемся с вами к личной жизни. Личная жизнь. У нас здесь ложится шестерка монет. Итак, для тех, кто у нас свободен. Здесь нужна ситуация помощи, содействия, разобраться с травмами прошлого, для того, чтобы была возможность впоследствии выстраивать нормальные, стабильные отношения. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках. Здесь ложится шестерка чаш. Это ситуация, когда прошлое сыграет свою лепту. Вы захотите вернуться в какие-то прежние отношения, а текущие союзы, так сказать, разорвать. От них отстраниться, выйти. Для тех же, кто у нас в стабильных отношениях, тройка мечей. Это ситуация конфликта или разочарования. Объясню, почему. В некоторых случаях это ситуация разбитого сердца по причине того, что ваш партнер или партнерша могут находиться на санаторно-курортном лечении, на отдыхе или восстанавливаться после, допустим, оперативного вмешательства. Потому что по этим картам это вы находите порость и, как следствие, ваш партнер или партнерша будут заниматься аспектами своего здоровья. Есть ли здесь риск разрыва отношений и любовных треугольников? По императрице нет. То есть здесь больше акцент идет на совсем иные вопросы. Поэтому что такое тройка мечей? Это переживать за вторую половину. Это ситуация, когда что-то вам ядрит душу. Вы будете думать, как же будут обстоят дела, как ваш партнер может восстановиться. Если это касается вопросов жилищных условий, то эта связка карт в связке с тройкой мечей может говорить о ситуации, когда вы совместно продаете недвижимость, знаете, как отрываете от сердца. То, что вам разбивает сердце. Или вы пока этого на текущий момент не хотите. Смотрим и оцениваем с вами ситуацию с точки зрения работы, бизнеса и карьеры. Для тех, кто у нас сейчас не работает, у вас по пятерке чаш ситуация остается неизменной. То есть трудоустройства у вас нет. В лучшем случае это могут быть плановые социальные выплаты. И для некоторых это пассивный источник дохода от недвижимости. Для тех же, кто у нас является соискателем. Двойка жезлов. Говорит о том, что в рамках этой недели за вами будет выбор. А именно пока оставить эти поиски и посвятить время себе любимым отдохнуть и восстановиться. У тех же, кто у нас сейчас является наемным сотрудником, Аркан Дьявол говорит о следующих факторах. Это попытки навязать вам тяжкую ношу. Какие-то обязательства, с которыми вы не согласны. Поэтому в лучшем случае это будет ситуация, когда вы взяли отпуск или ушли в отпуск за свой счет. В худшем, когда вы будете понимать и осознавать, что нужно ставить точку в плане карьеры на текущем предприятии. И как следствие уходить от этих созависимых факторов. Если вы владеете собственным делом, то по Аркану Жрица. Это ситуация, когда вы экстренно можете менять вопросы недвижимости. То есть искать новый офис, может быть новый склад. Почему? Потому что откроются какие-то факторы, какая-то подноготная. Например, где-то там загорелся сам склад, проводка. Или какое-то аварийное положение недвижимости. И как следствие вам нужно будет искать новую локацию и перемещаться. Переносить мощности от своего предприятия. По состоянию здоровья обращаем внимание на кишечник. Опять же как цель укрепления вашего иммунитета. И на вопрос опорно-двигательного аппарата. В особенности у тех, у кого ранее были серьезные травмы. Вот такие как переломы, серьезные там порвали связки. Или серьезные растяжения. Потому что по этим картам это, знаете, как вам даже донести, фантомные боли. Вот как болит, меняется погода. Это вас может здесь беспокоить. Ну и как следствие цикличность, видите, этой ситуации. Смотрим с вами предостережение от карт. Здесь ложится император, девятка жезлов и туз жезлов. Это ситуация семь раз отмерь, один отрежь. Император, девятка жезлов. Это с умом со структурой подойти к решению новых вопросов. Новое дело, новый проект, новые начинания. Император, девятка жезлов это в чем-то себя обезопасить. А именно идти в новое, потому что вы понимаете, что вам там будет комфортнее. Например, новое жилье, новый склад, новая локация, новая работа. Если это касается переживаний по поводу партнера второй половины, то здесь переживать не нужно. А тут идет хорошее восстановление, состояние здоровья, улучшение ситуации. Поэтому ваши переживания здесь бессмысленны. Совет по тузу монет. Ну вот шанс, который идет с небес. Хватайте эту возможность, держитесь за нее, развивайте, вкладывайте деньги. Идите в новое, потому что тузу монет это шанс, который выпадает, знаете, как раз на миллион. Вообще, вы знаете, после туза монет, как правило, дальше не тянут карты, дабы не спугнуть удачу. Но так как мы смотрим на совершенно иной системе, системе Ленорман, с вами все-таки выложим и оценим, что же будет у вас в плане неожиданности. По тузу монет, совет, покупки, крупные вложения, накопительство, потому что тузу монет это счет, который вы можете открыть и куда складывать деньги. Ну и, конечно же, здесь могут быть траты на себя любимых. Смотрим неожиданность периода. Что у вас здесь? Итак, рыбы, совы, карта гроб и дно колоды, развивка. Ситуация трудного выбора. Обстоятельства, которые вынуждают вас проявить мудрость, потратить энное количество денег, но эта ситуация вам будет в плюс, а не в минус. Объясню почему. Потому что это растраты, связанные с какой-то экстренной ситуацией, которую вы не планировали. Но у вас кольцо, собака и сад. Это найти альтернативный путь решения вопроса за счет содействия и кооперации с другом, с коллегой, с людьми, которые служат вам, выполняют какие-то обязательства или поручения. Потому что это договор, который как спасает ситуацию или текущее положение вещей. Поэтому нет смысла расстраиваться. Даже если у вас что-то произойдет аховое. Ну, услышьте меня. Не дай бог сгорел склад. Или там сгорела проводка. Это не повод паниковать и плакать. Поверьте, у вас подвернется какая-то лучшая возможность. И новая локация для вас, она будет более продуктивная, чем текущая. Потом еще, знаете, как скажете вселенной спасибо за то, что это случилось именно так. Я закрываю вам все в положительном, в позитивном ключе. Но вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите мне, как для вас по факту отозвалась текущая информация. Благодарю за то, что вы со мной. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok